Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович. Я являюсь руководителем компании Гарант Ремонт. И сегодня вам покажем красивый обзор. Итак, друзья, это у нас частный дом. Здесь мы проводили все ремонтные работы под ключ. Заказчик данный дом уже купил в готовом варианте. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что не стоит так делать. Лучше свое жилье строить с нуля. Так как здесь мы столкнулись с рядом проблем, которые пришлось нам переделывать. Итак, начнем по порядку. За моей дверью у нас вход. Здесь у нас тамбурная группа. Она у нас необычного, скажем так, необычной геометрии. И было принято решение дизайнерам разместить здесь у нас прихожие шкафы для верхней одежды, чтобы можно было комфортно нам раздеться. За моей спиной также два больших шкафа расположилось для верхней одежды и снизу с отделом для обуви. И сразу же при входе расположилась у нас кушетка для того, чтобы комфортно обуть обувь, располагаясь вот на такой красивой необычной кушетке. В этой же прихожей расположено зеркало практически в полный рост. Но зеркало у нас это необычное. Оно скрывает у нас все коммуникации, которые находятся в этом доме. Здесь у нас электрический щиток и сверху расположилась слаботочка. Здесь у нас сверху небольшой бардак по той простой причине, что изначально по проекту у нас было несколько слаботочных приборов, таких как модем, сигнализация. Но в итоге по концу электромонтажа заказчик хотел расположить наружное видеонаблюдение. Соответственно, много проводов приходит у нас сюда. Вот, щиток был уже сделан, немножко не рассчитан. Ну, что имеем. Итак, это у нас видеодомофон. Он привязан у нас к камерам наружного наблюдения, которые работают у нас 24 щита в сутки. Их у нас 8 по периметру. И также он у нас привязан к калитке. С помощью данного видеодомофона можно открыть у нас калитку, которая находится снаружи. Сразу после тамбурной группы у нас находится прихожая, где по проекту у нас было расположено два больших шкафа. Мы реализовали данный проект. И нашу прихожую отделяет стеночка из гипсокартона. За ней находится у нас большая гостиная. Как я уже сказал ранее, у нас в прихожей находятся два шкафа. Прихожую от остальных помещений у нас отделяет вот такая вот небольшая перегородка. Она у нас собрана из гипсокартона и окрашена в цвет всех стен данного дома. В прихожей два шкафа у нас разделены зеркалом и небольшой столешницей, на которой можно будет оставить какие-то ключи от автомобиля, вещи первой необходимости, ключи от того же дома. И здесь у нас есть небольшая шуфляда, в которую тоже можно будет сложить какие-то необходимые вещи. И как только из прихожей мы попадаем в основную зону, мы сразу видим четыре двери. Первая дверь, вторая и за моей спиной еще две. Первая дверь это у нас спальня. Вторая дверь это у нас детская комната. Третья дверь это общая ванная комната с санузлом. И четвертая дверь это у нас игровая комната. Итак, первую мы идем в игровую. Игровая комната это единственное у нас в доме помещение, где поклеены у нас на стенах обои. Обои выбрали мы спокойного тона. Или как это происходит? Спокойного постельного тона. Еще у нас до конца игровая комната не обустроена. Ждем мы мебель. Но уже появились элементы декора. В игровой комнате у нас расположилась вот такая вот настенная карта мира. Она у нас в объеме, в 3D. На самом деле очень красиво смотрится, необычно. Хорошее решение, я считаю, для детской комнаты. Особенно для двух мальчиков, которые 100% теперь будут знать географию. В игровой комнате у нас два выключателя. Один выключатель выключает у нас основной свет. И второй выключатель выключает у нас точечное освещение по двум сторонам комнаты. Итак, эту дверь мы пока пропустим. Дальше двигаемся мы в детскую комнату. Детская комната у нас окрашена краской, такого нежного голубого тона. Вот на ней у нас расположилось такое дерево роста, где мальчики могут отмерять, какого роста они уже там так, как они подросли. И за моей спиной у нас разместились вот такие вот красочные рисунки. Это все художник. Она нарисовала все это дело от руки. Смотрится очень эффектно и красиво, в особенности, когда также приедет наша мебель. Также во всем доме у нас были заменены подоконники. Изначально стояли у нас пластика. Мы их все демонтировали и поставили подоконники из натурального камня по всему дому. Дальше двигаемся в спальню родителей. Тоже стены окрашены у нас в спокойные тона, такой бежевый цвет, я бы сказал, даже с небольшой желтизной. Вот. И сразу же у нас располагается такой женский дамский столик, на котором будет очень комфортно присесть. И здесь у нас будет еще какое-то зеркало, чего-то там дамам подкрасить. Двухспальная большая кровать с двумя прикроватными тумбочками. И над прикроватными тумбочками у нас расположилось две бра. Также у нас спальная комната оснащена такой вот нишей под карниз потолочный. Ниша у нас с подсветкой. Это второе помещение, в котором у нас подсвечивается тюль и штора. Также, я думаю, вы обратили внимание на такие вот шикарные большие двери. Это у нас в спальне отдельная гардеробная, в которую можно спокойно зайтись. В ней располагается два шкафа, больших, вместительных, в которых можно расплавить на самом деле очень много вещей. И поделить мужские и женские. Уже, я думаю, не будет разделения власти. На каждые носочки хватит. И еще одна дверь в спальной комнате родителей. Это у них свой собственный санузел с душевой. Такой вот шикарный санузел. Зеркало у нас с центральной, с подсветкой. Также, обращая внимание на сантехнику. Сантехника это наша. Мы ее сами импортируем. Начиная от унитазов, умывальников, смесителей, душевых стоек. Все, что касается сантехники, мы импортируем. Качественные вещи у нас можно приобрести. Данный унитаз, и здесь, хочу заметить, два будет в доме. Мы, собственно, их импортировали из Бельгии. Унитаз, инсталляция, гигиенический душ. Вот, и сверху мы предложили такой вариант, как расположить небольшой шкаф. Для того, чтобы можно было поставить какие-то запасы. Ну, не знаю, только бумаги, баночек, чего-то там, чего требует хозяйка. Также один из моментов проблемных по этому дому у нас, это вентиляция. Ее здесь вообще не было. В доме здесь есть только один вентоканал, и тот расположен в котельной. И нам пришлось разводить вентиляцию трубами. И все это дело выводить на крышу отдельно, чтобы в каждом помещении, таких как санузел, кухня и так далее, были у нас собственные вентиляции. В данном санузле есть душевая кабина. В душевой кабине у нас расположен трап, смеситель из скрытого монтажа. Здесь у нас смеситель тоже встройка от Пафони, Италия. И здесь у нас в Грое, это Германия. Небольшая душевая лейка, но для данной душевой кабины, я думаю, будет достаточно. Вот перегородочка. И здесь какая-то полочка для того, чтобы хранить моющее средство. Также из спальни у нас присутствуют два двухклавишных выключателя. И один из этих двухклавишных выключателей проходной. Он включает у нас свет в коридоре по длинной линии. Три точки сразу при входе и четыре еще дальше в кухню. Это сделано для того, чтобы спокойно можно было включить свет и в темную ночью спокойно идти в ту же кухню. И точно так же, если вдруг нам, мы идем обратно в спальню, а света здесь нет, включить этот свет, либо выключить здесь. Окей. Так, и побег в холодильник у ночи. Итак, друзья, попадаем в шикарную гостиную комнату. В гостиной комнате у нас расположилось два хороших кожаных дивана. На стену мы закрепили телевизор 65 дюймов. Это Sony последнего поколения. Прям самый последний, который только был. Там слим и все примочки, все в нем. Точно так же у нас расположился камин. Камин у нас от фирмы Dimplex. Электрический, но смотрится очень реалистично. И вот таких вот дополняют два шкафа. Это, кстати, как я говорил вначале, уже у нас перегородка из гипсокартона. Сделано, в которую у нас встроены вот такие вот шкафы. Потолок у нас парящий в два уровня. По всему дому плентуса, багеты. Это у нас Европласт. Смотрится очень шикарно. Высота 12 сантиметров данного плентуса. Очень сложен в монтаже, но результат всегда оправдывает ожидания. Пора, ходя по кодлинному коридору из гостиной, мы попадаем в кухню. В кухне у нас сразу же располагается стол. Стол этот можно расширить на большую компанию, но пока сделан на 4 человека. В данном углу у нас будет располагаться телевизор. Кстати, он здесь висел. Ну, не знаю, я приехал, а заказчик уже его куда-то снял. Так что в данный момент он отсутствует. И вот такая вот необычная кухня. Она расположилась на две зоны. Одна зона вот такая вот большая рабочая, где расположилась у нас мойка со смесителем. Посудомоечная машина, естественно. Карго выдвижное. И сама варочная поверхность газовая. Сверху различных много шкафчиков. В одном из них спряталась у нас вытяжка. Данную вытяжку мы точно так же, как и другие вытяжки в санузлах, разводили по чердаку. Вот, и опускали сюда. По нашему совету и по желанию заказчика, был установлен измельчитель пищевых отходов. Вот, измельчитель от фирмы Omaikiria. На самом деле, очень клевая вещь. У меня вот дома похожий, только другой производитель я пользуюсь, всем рекомендую. И точно так же здесь установлен фильтр обратного осмоса, копительный, для питьевой воды. Смеситель у нас здесь на два режима. На питьевую воду и обычный светитель, холодная, горячая. Точно так же леечка, вот эта, она у нас достается. И можно поделать что-то там. Врезанная в столешницу у нас для моющего средства емкость. Столешница, как и все подоконники, в данном доме сделана из натурального камня. Это была у нас первая зона. Вторая зона у нас разместилась вот в такой вот холодильнике от фирмы Bosch, черного цвета. И вся техника тоже у нас Bosch, встроенная, черного цвета. Это у нас котельная. Это единственное помещение, где мы сделали практически ничего. Мы сделали только потолок. И у нас здесь есть вот такая вот чердачная лестница, которая открывается, которую, к слову, нам пришлось немножко переделывать. Сделать вот такие вот наращенные ноги, вот так, как она у нас была короткая. В котельной у нас расположился наш водонагреватель, который обеспечивает этот дом горячей водой. И было принято решение, бюджетное, кстати, сделать вот такую вот мебель, чтобы скрыть все коммуникации водные. И точно так же заказчик пожелал, чтобы с той стороны у нас кухня было место у него под мойкой. Вот мы пробили отверстие насквозь и пропустили сюда шланги и расположили здесь все фильтры от обратного осмоса. По данному санузлу мы реализовали столешницу. Она была собрана из гипсокартона и облицована плиткой. Столешница имеет у нас две ноги. Наверх столешницы у нас установлена раковина от Велерой и Бох. И в данном проекте вся наша сантехника и подвесные унитазы, которые мы импортировали из Бельгии от Лука Варос. Друзья, я надеюсь, обзор по дому вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а мы будем в дальнейшем снимать еще больше для вас интересной и полезной информации. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok